Свинина в крахмале, так переводится название этого китайского блюда. Кусочки мяса обваливаются в крахмальном кляре, а затем обжариваются. Процесс приготовления прост, но получается очень вкусно. Губаджау готовят с различными соусами, соленым, сладким или кисло-сладким. Но есть еще и другой вариант, адаптированный для европейцев. Свинина, вырезка, режется кусочками, отбивается, маринуется в смеси из соевого соуса. После чего куски опускают в крахмальный кляр и обжаривают на сковороде или во фритюре. Чем хорош этот вариант? Да тем, что это блюдо будет съедено с удовольствием и в холодном виде. И даже на следующий день идеально не только для семейного ужина, но и для любого праздничного стола. Предлагаю приготовить губаджау. Рецепт прост, а результат очень достойный. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Свинину промойте под проточной водой и нарежьте мякоть небольшими кусочками около 2-3 см. Отбейте кусочки немного с двух сторон молоточком. Чеснок пропустите через пресс, добавьте сахар, перец и немного разотрите все вместе. Вкусняшки, подписавшимся. Влейте соевый соус и перемешайте. Из яйц и крахмала приготовьте кляр. Хорошо разогрейте сковороду, опустите поочередно отбитые кусочки мяса сначала в соевый соус. Затем в кляр. После чего аккуратно переложите на сковороду и обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяного цвета. Губаджау готова. Подавать можно самостоятельно с любым соусом или с гарниром. Очень хорошо подойдет рис. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Свинина 600 грамм, мякоть, соевый соус 150 мл, яйцо 2 штуки, крахмал 4 столовые ложки, чеснок 4 зубчика, сахар 2 чайных ложки, растительное масло 100 мл. Перец красный молотый, по вкусу, количество порций 4-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.